Сегодня католический мир отмечает Рождество. Наша съемочная группа провела предпраздничную неделю в стране парфюма и вина во Франции. В каком русском магазине парижане закупали продукты для рождественского ужина, что делает бывший солдат войск ПВО в отеле французской столицы и с какими трудностями сталкиваются бывшие красноярцы в самой изысканной стране Европы. Об этом в первой серии новогоднего проекта Анжелики Степановой из Франции с любовью. Татьяна делится впечатлениями о родном Красноярске. На малой родине бывает изредка, только чтобы увидеться с семьей и друзьями. Французскую столицу бывшая красноярка покоряет более трех лет. Татьяна занимается организацией театральных событий и успела поработать по временному контракту. Теперь мечтает о бессрочном. Он подарит здесь почти абсолютную уверенность в будущем. Это прекрасная вещь, потому что вам доверяют, просто компания доверяет вам на всю жизнь, что говорится, пока вы не совершите, то есть только если вы сделаете что-то совершенно ужасное, тогда вас могут уволить и зарубите начальника топором, или уйдете с деньгами компании. Ну, в общем, достаточно сложно сделать. Либо они могут вас уволить, например, если в компании проблемы, они должны это доказать, что у них проблемы. И если они потом кого-то хотят нанять, они в первую очередь должны обратно нанять вас. А пока Татьяна осваивает французское искусство жизни, иногда скучает о задушевном разговоре, встает от расхожих штампов о России и водке и терпеливо проходит положенные круги бюрократического ада для иностранцев. Ты чувствуешь себя максимально не своим, то есть нужно обычно отстоять очень на улице, на улице, понять, что ты стоишь не туда, пойти в другое место. С тобой обращаются достаточно, ну, типа много у нас таких, то есть на уровне бюрократическом здесь всегда очень сложно и очень жестко. Рождество для французов исключительно семейный праздник, поэтому Татьяна сегодняшний вечер проведет в русской тусовке. Ну, собственно, приглашаю вас ко мне. Сразу говорю, да, здесь места мало, но зато все в Париже. То есть это стандартное жилье для студентов или тех, кто только начинает работать. За эти квартиры битва. Обычно иностранцам их не сдают, потому что зимой, например, нельзя человека выселить, то есть если даже он вам не платит, вы не имеете права его выгнать на улицу, поэтому жильцов здесь отбирают практически так же, как сотрудников на работу. Вот, но очень в целом все мило, и зато вот прекрасный вид на парижские крыши. Стоят эти несколько квадратных метров 35 тысяч рублей в месяц. Отличная цена для центра Парижа. Зато рядом с домом то, что любой русский назовет небывалой халявой. Свободный, как воздух. На улицах Парижа можно часто увидеть электромобили, которые стоят и заряжаются. Ими может воспользоваться абсолютно любой, нужно просто зарегистрироваться в системе. Вот, смотрите, у меня есть вот маленький сувенир ПВО противовоздушной обороны. Авиацию я очень люблю. До сих пор. Армейская наколка, как память о советской молодости и желание поговорить по душам, когда видит тех, кто родом из СССР. С Владимиром из Молдовы мы познакомились в отеле, где он ремонтирует то, что сломают постояльцы. Приехал в Париж в начале 2000-х в поисках лучшей жизни. Перевез семью и сейчас имеет два гражданства. Но родина не отпускает до сих пор. Я нахожусь там. Что-то уже в моем сердце нехорошо. Мне хочется во Франции. На кто-то сеньшились? Ну да, в Польшой Гвардии были. Ольга из Украины с легкостью переходит с русского на французский и обратно. Работает в знаменитой сети французских магазинов «Гастроном». И это один из немногих, а может и единственный магазин, который работает сегодня в канун Рождества. Все, что здесь продают, любят не только бывшие россияне. Французы тоже распробовали. Здесь много для них деликатеса. Мы поняли, что такое селедка и как ее делать. Целая селедка, которую надо потрошить. И некоторые только предпочитают ее. Любят потом очень кефир, который именно наша ряженка. Но они не понимают, что такое кефир. Для них это йогурт. У нас очень большой выбор икры. Икры красной, икры черной. Очень любят хлеб, потому что черного хлеба у них вообще нет. И объяснить, что это именно хлеб ржаной. Они его тоже уже распробовали и очень любят. Семечки тоже очень популярны, потому что они понимают, что такое, что это очень вкусно. Но они понимают, к чему и как можно их кушать. Они думают, что это какой-то продукт, который можно поставить как к оперативу. Еще несколько лет назад в Париже было 15 гастрономов. Но из-за санкции кризиса осталось всего три. Мы выживаем, держимся. Тяжело, тяжело, но ничего. Мы как-то, надеюсь, еще будем держаться. И, надеюсь, может быть, в следующем году, может, еще откроемся. Официально в Париже проживает более 5000 русских. По неофициальной информации, несколько десятков тысяч. В Париже есть русские школы, храмы и даже целые русские кварталы. Многие эмигранты вполне освоили французский стиль жизни и чувствуют здесь себя комфортно. Анжелика Степанова, Валерий Чащин. Новости 7 канала. Париж. Франция.